Всем привет! Меня зовут Андрей. Спасибо парни и девчата за поддержку. В прошлом голосовании выиграли шведы в Crusaders King 3. Так что будет кампания за шведов или можно сказать за викингов. Донаты зачитаю в конце видео и отвечу на ваши вопросы. Начинать мы будем за Свеоланд, глава нашей династии, Ярл Бьерн Железнобокий. У нас есть и наследник Эйрик и есть жена Ильиана. Наш правитель отличный дипломат, неплохой воин и рыцарь. Изучение дипломатии повышает опыт для этого образа жизни на 30%. И что-то мне подсказывает, что изучать надо именно дипломатию. Из навыков выберем величие, что будет давать нам дополнительный престиж. Напоминаю, что за престиж мы будем нанимать войска, поскольку мы племя. Сейчас мы находимся в войне с королем Нортумбриэлла, который пленил, а затем и убил нашего отца, бросив его в яму со змеями. Батя у нас легендарный Рагнар Лодброк, кто смотрел викингов, знает о чем речь. Мы разбили короля Элла, месть за отца святое дело, однако кроме морального удовлетворения мы ничего не получили. Земли Нортумбрии были разделены между нашими братьями, нам ничего не перепало. И да, у нас есть братья, один из них Сигурд Змееглазы, Ярл Зеландии. Но наши братья не хотят заключать с нами союз, поскольку имеют претензии на наши титулы. Потому заключим союз с Ярлом Ютландии. Объявим войну Медельпад и попробуем завоевать это небольшое графство. Наши армии встретились в провинции Хельсинки-Лэнд и используя наше трехкратное преимущество, численное, мы легко одолеем наших врагов. После шести месяцев осады главного замка мы берем полностью под контроль графство Медельпад и присоединяем его к нашему государству. Нужно смотреть за своими вассалами и единственный из них, кто нас не любит, так это вождь Свейн. Давайте ему предложим вакантное место канцлера в совете. И у нас превышен лимит титулов. Мы не можем иметь больше трех. Даруем недавно захваченный Медельпад одному из вассалов. Пускай управляют нашими землями. Война соседей закончена. Оплан воевал с Вермаланд, который потерял графство Северная Марка и очень ослаб в войне. Грех не воспользоваться. Мы взяли вражескую крепость примерно за месяц раньше, чем враги взяли бы нашу столицу. Тем не менее, эта победа и Вермаланд переходят в наше владение. Благодаря изучению дипломатии мы можем получить свойства Август, что даст нам дипломатию плюс два, военное дело плюс один и престиж плюс один в месяц. Помня опасности прошлой войны, построим в нашей столице Частокол, что даст нам ополчение, дополнительный гарнизон и уровень фортификации плюс один. И есть у нас тут еще одна легкая цель, графство Онгерман Ланд. Пока кто-то другой его не захватил, нужно действовать. Нам пришлось разделить наши армии. Одной мы встали на осаду вражеской столицы, а второй армией блокировали врагам проход к нашим землям. Но в целом, как и предполагалось, это была легкая победа. И да, у нас же есть внуки, почему мы не занимаемся их воспитанием, а то могут вырасти бездарями. Мы можем повысить авторитет нашего вождя, теперь мы можем брать пленных и перейти в феодализм при определенных условиях. В следующий раз повысить авторитет можно только через 10 лет. И вот пока наши соседи воюют друг с другом, не могут решить чьи яйца больше, нужно вмешаться в конфликт. Главное, чтобы кто-то другой в это время не напал на нас. Как и предполагалось, наши враги выиграли войну у своих соперников. Не то чтобы это нас напугало бы, но мы можем призвать своих союзников, ну почему бы и нет. С помощью наших датских союзников мы сломили наших врагов, но может быть мы и погорячились и справились бы сами. Графство Вестфол не внушало нам доверия своей слабостью и могло попасть в чужие грязные лапы. Мы определенно должны были принять меры, чтобы эти земли оказались в добрых руках. Я так понимаю, есть слабые графства, но со временем они могут набрать силу. И лучше подбирать подходящий момент, как сейчас, например. Какого черта королевство Мерсия вмешивается в наши дела и становится нашим новым соперником в войне? Пока в Мерсию вторгаться мы не будем, наше положение в Скандинавии не такое прочное. Пока будем воевать, кто-нибудь придет нас грабить или нападет. И все же мы на этом не успокоились и вновь объявили Агдеру войну и отжали нужное нам графство. Ибо война в ничью нас не устраивает. Да ладно, наш маршал объявил войну соседу Смоланду и отжал у них графство. Стоит ли нам бояться растущего влияния нашего вассала? Пока отношения вроде как хорошие. Мне кажется, что одного союзника нам уже маловато будет и нужно искать новых. Нортумберленд и Камберленд. Они вассалы нашего брата Убе. Но что поделать, если брат не хочет с нами дружить? В Финляндии паразиты пришли грабить наш остров. Но как только мы собрали армию, они тут же сматываются. Ну что же, придется финнам нанести ответный визит и пограбить немного их земли. Мы вернулись из Финляндии, награбили 15 монет и 15 престижа получили. Еще пока грабили и опустошали их провинции, получали монеты. И пока есть бабосики, нужно что-нибудь построить. Лично нам принадлежат три графства, титула и построим частоколы во втором и третьем графстве. В первом мы уже построили. Мне кажется, что пора уже нанимать элитные войска, хотя бы для начала легкую пехоту и стрелков. Иначе с одним только ополчением мы далеко не уедем. Даже не знаю, стоило ли нападать на графство, с которым у нас даже общих границ нет. Или не вывезем. Как вы думаете? Итак, парни и девчата, скорее всего, здесь буду я спрашивать вас, нежели что-то рассказывать и что-то объяснять. И что мне хотелось бы спросить у вас. Вот смотрите. Здесь у нас во вкладках держава, авторитет вождя. Понятное дело, что его нужно повышать, но стоит ли его повышать сейчас до третьего уровня, мы сможем отнимать титулы. Можно будет отнимать вассалов, да? Но это стоит 463 очков. Так, престижа. А за престиж, я напомню, мы нанимаем войска. У нас только из профессиональных полков стрелки и легкая пехота. То есть, если на нас нападет наш брат, а это вполне возможно. Кстати, он какой-то избитый. Ярл Сигурд Змееглазый. Он может на нас напасть. Можно даже посмотреть, сколько у него войск. Примерно. То есть, 4300. Ну, это возможно с союзниками. Но союзники тоже могут участвовать. У нас в 2 раза меньше солдат. И я уверен, что у них есть... Так, обереги у них 14. В общем, легкая пехота 1200. Легкая конница даже есть. То есть, они, если нападут на нас, наваляют нам. Кстати, Йотландия, засранцы, разорвали союз с нами. И еще у меня есть вопросик. Если вы знаете, то ответьте, пожалуйста. Ну вот, смотрите. Наши родные земли располагаются примерно здесь. Три. Изначально графства у нас было. Плюс вассалы. Вот три родные наши графства, которые принадлежат только нам. И у нас есть еще вассалы. И чуть-чуть побольше мы начали расширяться. Что-то здесь забрали, что-то здесь. И я имею в виду вот эти вот земли, которые не граничат, не имеют общих границ с нами. Напасть на Зеландию мы пока не можем. Это чревато. Это наш брат. И он сильнее, чем мы. И получается, что кусочками у нас земли здесь кусочек, там кусочек. Более того, вот здесь кусочек далеко плавать. Это придется через всю Скандинавию переплывать. И мы можем напасть еще вот на вот эти два небольших графства. Ну вернее здесь герцогства. Можем отжать немножечко. И получится, что у нас какой-то кусок пирога. Здесь кусочек, там кусочек, здесь кусочек. Конечно, есть надежда, что со временем мы все это объединим. Однако, не будет ли это слишком глупо? Возможно, мы будем иметь какую-то агрессивку. Вокруг соседей все нас будут ненавидеть. И это рано или поздно закончится фейлом компании. В общем, посоветуйте, что вы думаете по этому поводу. Донаты. Джедай отправил 10 рублей. Да прибудет с тобой сила. Спасибо тебе большое, братан. Очень приятно. Удача и сила. Мне сейчас особенно понадобятся в СК-3 за викингов. Казалось бы, они и так очень сильные. По крайней мере, мне понравилось. Кто не играл еще в СК-3, пожалуйста, начинайте, пробуйте. Очень интересно получается. По крайней мере, одну компанию зайти, попробовать, посмотреть, разобраться. Что, как и к чему это того стоит. Всем спасибо за внимание, ребят. Ставьте лайкосики, если видео понравилось. Всем спасибо. Всем пока.